Всем привет! Дорогие наши подписчицы! Поздравляем вас с 8 марта! Желаем счастья и любви! Но сегодня не только международный женский день, но и день рождения нашего кота по имени Киви, про которого многие в комментариях пишут, что он красавчик. Так вот, ровно год назад в этот день родился вот этот замечательный Кивун. И сегодня мы посвятим небольшое видео нашему питомцу и немножко про него расскажем. Искал я котенка через сайт Авито и в итоге нашел, искал, кстати, сразу шотландца. И вот с одной женщиной мы договорились на встречу, я приехал, его купил. Мне показали его отца, отец у него скоттиш страйт, а мама у Киви, она скоттиш фолд. Такая вот типичная шотландка, такая с коротенькой шерсточкой, такая у нас родословная получилась. И когда я его привез домой, радости у девчонок, конечно, не было предела. Уровень мимимишности просто зашкаливал. Киви-цар. К сожалению, без ложки дегтя не обошлось, оказалось, что у киви дисплазия, то есть в один день у него что-то начал прихрамывать, потом вообще перестал ходить, ему больно стало наступать на заднюю ногу. Отвели его к ветеринару, вот сказали дисплазия, это такая болезнь у кошек и собак, наверняка у кого питомцы знают, когда там проблемы с тем местом, с суставом, где нога соединяется с тазом, вот и когда он наступает на эту ногу, это причиняет ему боль. Но там его залечили, вроде нормально, сейчас футутфу, вроде бегает, все хорошо, надеюсь, что ничего подобного не вернется. Больше всего киви, конечно, любит Алиску, они постоянно с ней играют, носятся по квартире, когда она играет в свои куколки, он всегда лежит рядом, наблюдает, иногда вдруг начинает набрасываться, там куклу схватит и убегает. Очень киви любит Алискин деревянный кукольный домик, она его, конечно, оттуда сгоняет, потому что он наводит полный хаос на этажах этого деревянного домика, но как только Алиска за порог, куда-нибудь в садик или еще куда, он сразу забирается на верхний этаж и там развалится и лежит, спит, как король. А еще у него одно из самых любимых мест, это, на удивление, раковина в ванной комнате. Даже в темноте он туда забирается, она получается как гнездо, такая круглая раковина, он туда ложится калачиком и спит. Но вообще по характеру парень-то вроде такой нормальный, игривый, резвый, ну всего лишь год, человек хотел сказать, всего лишь год коту исполнился. Но такой он как бы своенравный, не любит, когда его на руках тискают, то есть он сидеть не будет по своей воле, но и любит, конечно, понападать на ноги, например, если вдруг, не дай бог, нога будет из-под одеяла хотя бы немножко торчать, все, ожидайте атаки, среди ночи он просто кинется и укусит. Вот такие забавы у него. Мы с ним играем вот в эту палочку, вот, и еще у меня Киви умеет играть самостоятельно, берет там какую-то игрушку и катает ее по земле. Вот, а сейчас, когда нам папа купил вот эту штуку, тогда мы теперь вот так вот играем, я таскаю его, а он лежит за этой штучкой. Вот, и мы так вчера и сегодня играем. Киви нравится очень сильно. Мы для Киви купили вкусняшку, а вместо тортика, у него вот такой маленький тортик, мы поставим туда свечки, я на него надену колпачок, и я тоже на себя надену один колпачок. Мы, кстати, с Алисой приготовили для Киви подарочек небольшой. Я смотрел и читал много в интернете, то что вот из таких вот коробок вырезают, вырезают них лунки, туда бросают какой-нибудь шарик, и потом кот целый час или даже два гоняется за этим шариком. Давайте сейчас попробуем. Киванч, давай, вот тебе подарок. Алиска, давай спускай. Шарика не нашли, но оболочка от киндер-сюрприза, думаю, подойдет. Так, все. Пошел процесс. Ну вот, настало время зажечь свечку. Так. Все, Киви, давай загадывай желание. Какое тебе желание? Чтобы мы отстали поскорее и дали поесть. Давай, Алиска, тогда ты задувай. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Женщин, еще раз с 8 марта, всего доброго, всех благ, подписывайтесь на наш канал, очень хочется получать обратную связь, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, ну и скоро будут новые видео, спасибо за внимание и до встречи. Подписывайтесь на наш канал.